Главное политическое событие недели. Сегодня глава Чувашии представил отчет о работе правительства за прошлый год. В докладе Михаил Игнатьев озвучил не только реализованные проекты, но и планы на перспективу. Об основных темах репортаж Дмитрия Ковалева. Текст доклада о деятельности правительства на официальном портале органов власти опубликовали уже накануне. Отчет на 50 листах команды республиканского Кабмина в прошлом году и действительно была проделана глобальная работа. Сначала Михаил Игнатьев озвучил показатели, которым регион стремился долгое время. Чувашии ликвидированы очередность детских садов для детей старше трех лет. Об этом вы знаете, я еще раз это подчеркиваю. В настоящее время охват дошкольным образованием составляет 78%. В прошлом году начато строительство четырех детских садов на 740 мест. В течение трех лет в республике намерены построить и реконструировать еще 11 детских садов. И это позволит существенно сократить очереди среди дошколят. Запланированы и новые школы. Реально строится здание школы и они наполняются детьми. Все это следствие того, что идет демографический рост детей и нам нужно не переходить на вторую смену для того, чтобы не уронить качество образования. В прошлом году в правительстве сделали особую ставку на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг. Сейчас в Чувашии работает 29 МФЦ, а это 250 окон. В республике реализуют и масштабный проект по прокладке оптоволоконной сети. В 2018 году 328 населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек будут подключены к сети интернет по оптоволоконным каналам связи. В национальной телерадиокомпании Чувашии продолжена целенаправленная работа по расширению зоны вещания телевидения. Мы все знаем, жители Шемуршинского, Яльского, Комсомольского и других районов поднимали, что они не могут смотреть трансляцию нашего национального телевидения. Сегодня не только они, практически все регионы европейской части смотрят. Отзывы хорошие. Чувашия – территория инвестиций. По итогам года в республике произошел промышленный скачок. Это повлияло и на доходы бюджета. По темпу роста собственных доходов республика на четвертом месте среди регионов Приворского федерального округа. До конца этого года в республике будет создано порядка 3000 новых рабочих мест. Резиденты уже начинают осваивать площади индустриального парка. В моногорода до конца следующего года планируется привлечь более 10 миллиардов инвестиций. Индекс промышленного производства – 107,6. На фоне других регионов Приворского федерального округа во второе место. Аграрная секция работает. Показатели занятости населения у нас не ухудшаются. В республике продолжают формировать программный бюджет. Львиная доля из казны направляются на развитие социальной сферы. В регионе продолжают строить новые ФАПы, современные поликлиники. Политика обеспечения шаговой доступности поликлиниками новых микрорайонов, она будет и дальше продолжена. Здорово, что сегодня можно сказать, уже почти во всех микрорайонах мы имеем поликлиники. В прошлом году были выкуплены площади за счет средств бюджета Чувашской республики в микрорайон Новый город. И в этом году также выделены финансовый сад для того, чтобы отремонтироваться и открыть, чтобы обеспечить медицинскую помощь шаговой доступности. Озвучив доклад, глава республики поблагодарил депутатов госсовета за совместную работу. Приоритеты в работе правительства расставлены. Члены кабинета министров обязаны эффективно решать задачи в интересах жителей. Чувашия должна сохранить статус социально стабильного региона. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклиф и Андрей Спиридонов. Республика.